Данный ролик посвящен установке на компьютер и работе с антивирусной утилитой DrWeb CureIt. На рынке существует очень много антивирусных программ. Назовем некоторые. Это Касперский, DrWeb, Node, Avast. Это полноценные антивирусные программы. Они постоянно установлены на компьютере, постоянно работают, постоянно отслеживают запускаемые программы и обеспечивают постоянную антивирусную защиту. На одном компьютере невозможно установить две полноценные антивирусные программы. Они будут конфликтовать между собой. Скорее всего, система будет работать некорректно. Но можно в дополнение к существующей антивирусной программе установить антивирусную утилиту. Например, такую, как DrWeb CureIt. Она может просканировать ваш диск, найти и излечить имеющиеся на нем вирусы. Прежде всего, набираем в адресной строке браузера вот этот адрес. Теперь нажимаем вот сюда. Скачайте бесплатно. Нажимаем «Далее». Скачать доктор WebCureIt с функцией отправки статистики. Надо нажать здесь. Мы видим лицензию. Мы должны принять условия лицензионного соглашения. Нажимаем «Продолжить». Начинается скачивание антивирусной утилиты на наш компьютер. Скачивание данной утилиты занимает определенное время. Теперь мы запускаем скачанную программу. Ее не нужно специально устанавливать. Она скачалась и уже может работать. Вот она запускается. Ну вот мы видим экран с сообщением, что DrWeb запущен в режиме усиленной защиты. Он при этом блокирует все остальные программы и обеспечивает проверку сканирования компьютера даже в тех случаях, когда вредоносные программы блокируют нормальную работу Windows. Ну, то есть он нужен вот в таких экстренных случаях. Сейчас это нам не нужно. И поэтому мы нажимаем кнопку «Отмена». Вот еще одно сообщение. Сообщение «Бесплатное использование DrWebCure допускается только для лечения собственного домашнего компьютера. Во всех остальных случаях надлежит купить лицензию». То есть мы можем купить лицензию, но нам это сейчас не нужно. Мы будем пользоваться бесплатно. Лечение только собственного домашнего компьютера. И вот мы видим, есть пункт «Обновление» на этом экране, есть пункт «Пуст». Но если мы только-только скачали DrWebCureIt, то можем не обновлять. Но в принципе, если мы будем с ним продолжать работать, то периодически нужно делать обновление. Потому что постоянно появляются новые вирусы, и базу антивирусную данной утилиты надо постоянно обновлять. Сейчас сделаем пуск. Вот нам данная утилита показывает сообщение, что она сейчас будет делать. Можем запускать проверку. Вот появился этот экран, сейчас запустится проверка. Ну вот начинается сканирование диска. Ну, полностью, конечно, этот процесс я показывать не буду, потому что это достаточно долгий процесс. Его можно приостановить нажатием вот этой вот кнопки. То есть он будет поставлен на паузу. Мы его можем запустить снова. Ну и можем остановить вообще. То есть прервать. Теперь мы можем посмотреть статистику. Ну вот, сколько проверено программ, сколько вылечено и так далее. Если мы хотим очистить статистику, обнулить, то нажимаем на эту кнопку. Здесь можно, видите, сделать полную проверку. Тут будет проверена и оперативная память, и объекты автозапуска, и загрузочные сектора всех дисков, и сменные носители, и локальные диски. Можем сделать выборочную проверку, то есть мы выбираем, что мы хотим проверить. Можем выбрать, допустим, определенный каталог, или определенный диск, или несколько дисков. Быстрая проверка будет проверять только вот, ну то, что здесь написано. Оперативная память, загрузочные секторы всех дисков, объекты автозапуска, корневой каталог загрузочного диска, корневой каталог диска установки Windows, системный каталог Windows, папка «Мои документы», временный каталог системы. То есть, это быстрая проверка наиболее уязвимых, скажем так, объектов для вирусов. То есть, там, где они чаще всего, скажем так, поселяются. Изменить настройки DrWebCureIt мы можем, вот видите, с помощью вот этой вот панели. Здесь вот есть пути, которые мы можем исключить. Вот здесь исключен путь тех объектов, которые в карантине, то есть те объекты, которые в карантине не проверяются, но мы можем сюда добавить. Допустим, какие-то пути мы можем еще добавить, например, вот таким вот образом. Этот каталог тоже не будет проверяться. Можем исключить какие-то файлы для проверки. Например, вот этот вот. Он тоже не будет проверен. Если мы вот зайдем в типы файлов, то мы можем выбрать определенные типы файлов, которые будем проверять или не будем проверять. Или по заданным маскам. Здесь вот. Что делать с теми или иными вредоносными программами или объектами. Также мы можем изменить формат файла отчета. Ну и вот. Общие настройки. В принципе, программа достаточно проста в использовании. Ну и дает достаточно. Обладает достаточно полной базой вирусов. И эта база постоянно обновляется. То есть защиту от вирусов она дает хорошую. Мы можем, да, и также вот попробовать бесплатно полную версию. Но она дается на определенный срок. Вот на месяц. Продолжение следует...